Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. В рамках ремикса Миссов Пандарии у нас не так много валют. Основная – бронза, которую нам нужно фармить с целью покупки новых маунтов, с целью покупки сетиков, а также для дальнейшего улучшения вещей. На момент начала видосика у меня ее 79 тысяч. И лягушки, превосходнейший фарм, возвращается. Помимо бронзы, которая нам потребуется в рамках этого события, мы также вылутываем вневременные монеты. Также мы лутаем малые амулеты удачи. И в ходе этого видосика мы фармим бронзу, вневременные монеты и малые амулеты удачи. Абсолютно все это можно реализовать с пользой. Также обратим внимание на мое хп. На текущий момент это 736 тысяч здоровья. Также, если обратить внимание в нижний левый угол, чуть левее от способностей, то можно увидеть вашку со статами. Крит, скорость, искусность, универсальность. В тот момент, когда мы поглощаем нити на крит, на хасту, на искусность, на версу, мы тоже увеличиваем свои статы. Нити падают отовсюду. Я пофармил целый час и получил примерно 10 тысяч бронзы. Не особо большое количество. Если взять в пати какую-нибудь сову, ханта, нескольких хантов, то будет все намного быстрее. Если они не будут афкшить, то будет намного быстрее. И мы вылутаем еще больше бронзы, чем 10 тысяч за час. Далее, находясь на вневременном острове, мы заходим в пещеру и реализуем накопленные вневременные монеты. Покупаем ключики, открываем кейсики. Все максимально просто. Периодически нам будут падать самоцветы, бронза и также вновь нам будут падать эти вневременные монеты. Таким образом, мы вообще можем их слить до нуля. Все просто-напросто зависит от того, сколько у вас свободного времени. Хочется вам кликать? Кликайте эти ключики, закупайте их. Не хочется? Идем дальше. Для того, чтобы быстро реализовать малые амулеты удачи, я вам рекомендую установить модификацию под названием авто-тернинг. И в тот момент, когда мы заходим в настройки этой модификации, нам нужно включить задание «Все». Таким образом, будет авто-сдача и авто-принятие. 10 малых амулетов удачи делают один обмен. Мы получаем контейнер, который обычно получаем в ходе завершения какого-либо задания. Также мы получим контейнер с самоцветом. Зеленого качества. Мы прекрасно знаем то, что если три зеленых объединить, получится один синий. Если объединить три синих, получится один эпический. А если объединить три эпических, то получится один легендарный самоцвет. Таким образом, если нафармить много малых амулетов удачи, можно не только прокачать репутацию с какой-либо фракцией, которая нам нужна с целью получения достижения, а еще и... Просто-напросто нафармить очень-очень много гемов. После получения превознесения у небожителей, я решил полететь на остров Грома. Там находится армия Керентора и тоже получил превознесение. Реально приятно. Сдаешь малые амулеты удачи, получаешь репутацию. На лайве, на ритейле такого нет, к сожалению, а малых амулетов удачи там очень много. Вот мы и подобрались к финишной прямой. На текущий момент у моего рыцаря смерти 872 тысячи здоровья. Статы, конечно, тоже увеличились, это можно увидеть в левом нижнем углу. Количество камней увеличилось на нереальное количество. И сейчас мы будем сокетиться. Искусностей получается очень много. И скорее всего, мне придется переодевать некоторые вещицы. К примеру, перчатки, снять искусность, надеть на крит. В целом, это неплохая идея, но этим займусь я уже вне видосика. Также суммарное количество бронзы 119 тысяч. И немножко оставил малых амулетов удачи, вдруг пригодятся. Мало ли, на этом все. Миллион двести тридцать восемь тысяч здоровья на Блад ДК. Видосик я начинал тоже в Бладе. Если что, спекнусь в Анхолика и посмотрим, сколько там будет здоровья. А на этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.